Друзья, всем привет! Сегодня такое видео обзорное будет тепловизионного прицела. Причем прицел не простой, а на мой взгляд один из самых топовых на сегодняшний день. Прицел от фирмы I-Ray серия Genie модели GH50. Почему это топовый тепловизионный прицел? Во-первых, это 640-ая матрица, во-вторых, это 50-ый объектив, колоссальная чувствительность и технология 12-микронная. То есть все, до чего дошло человечество, можно сказать. А также немаловажный факт, у него переработанная система питания. Соответственно, нету таких проблем, как были у серии Summit, где было две маленьких батарейки и прицела хватало там на 2 часа. Здесь прицел может работать 10 часов просто в легкую. Посмотрим комплектацию, что в нем идет и, собственно, покажу, расскажу все основные характеристики и снимем, посмотрим, как он видит, как он снимает и вообще, что он может. По традиции поставляется в специальной сумке-переноске. Открываем. И давайте рассматривать. Я его, если честно, уже распаковал, даже пристрелял. Мне надо было поймать какое-то мнение о нем, посмотреть, что он может, чтобы вам можно было рассказать. Соответственно, два отдела. Здесь у нас разная ерунда. Сейчас о ней все подробно тоже мы расскажем. Сам наш красавец прицел. Так, все, давайте полетели. Прицел пока отложим. Комплектация. Первое. Зарядка. В зарядке идет куча штыкеров. Соответственно, если вы куда-то уедете, там, в Америку, в Европу, в Китай, вилку поменяли и он работает. Убираем провод. Соответственно, включаем зарядку и включаем в базу для зарядки аккумуляторов. Либо можно это дело все не использовать, а использовать простую зарядку от телефона. У нас здесь два порта. Соответственно, у нас есть два аккумулятора. Аккумуляторы выглядят таким образом. Я думаю, что здесь зашит простой аккумулятор 18650, но он в специальном корпусе. Также он имеет прорезиненную резинку у основания, соответственно, чтобы была какая-то водонепроницаемость. Вставляем, прокручиваем, находим резьбу и опускаем. В комплекте у нас идет не один, а целых два аккумулятора. Сейчас второй достанем с прицела. Соответственно, мы оба их поставили на зарядку, зарядились и они у нас заряжаются. Ремешок для сумки. Ключ и болтики, винтики для установки планки. Термоэлементы для пристрелки. И тряпочка для протирки объектива. Сам, собственно, тепловизионный прицел. Кронштейн для прицела. Также идет в комплекте на быстросъемных элементах. Прицел крепится к кронштейну тремя винтами. В серии Summit было два винта. Здесь же прицел весит, а он также не сильно уж тяжело. Но для надежности сделали три крепления. И одно запасное, это можно регулировать чуть-чуть вперед, либо назад. Чтобы более широкий диапазон регулировки при установке был прицела. Я коротко расскажу основные характеристики этого прицела. Как говорил ранее, 640 матрица, это практически топовая. Сейчас начали, конечно, появляться тысячные матрицы уже. Но стоят они колоссально, более полутора миллион восемьсот денег. Поэтому 640 матрица. Видно все, как любите. Реснички, бугорочки. Все можно увидеть у зверя. Чувствительность прибора меньше 35 микрокельвинов. Архитектура 12 микрон сенсор. Соответственно, более чувствителен. Точно так же обновление идет 50 кадров в секунду. У нас нету стробоскоп-эффекта. Все плавно, все движется, все прекрасно. По оптическим характеристикам. 50-я линза. 50-я линза дает нам трехкратное оптическое увеличение. Соответственно, у нас уже объект будет без потери качества приближен на трехкратное расстояние. Так же есть цифровой зум. Мы можем приблизить нашу цель на кратность X12. Встроенный рекордер. Прицел может записывать видео. Так же из особенностей. Наконец-то в прицелы Array встроили микрофон. Люди этого долго хотели. Чтобы был звук, чтобы можно было что-то комментировать. И прицел все это записывал. Все, здесь есть встроенный микрофон. Он прекрасно работает. Качество звука даже на удивление очень-очень хорошее. По питанию. Для меня это особенно важно, чтобы прицел работал долго автономно. Плюс, если у нас большая автономность, прицел можно легко использовать как гляделку вне сезон, когда нам хочется понаблюдать за животным. Автономность прекрасная. 10 часов. За счет чего она достигается? Первое. В прицеле встроенный свой аккумулятор. Аккумулятор емкостью 4400 мкА. Это уже на порядок больше, чем в прицелах Summit, где вставлялось два аккумулятора. Так же в комплекте идет, как я ранее говорил, два съемных аккумулятора, которые у нас вставляются. В отдельный блок и работают. Принцип работы. Если в прицел вставлен аккумулятор, прицел питается от внешнего аккумулятора. Если он заканчивается, прицел переходит автоматически, работает от внутреннего аккумулятора. В процессе замены, если мы меняем, допустим, у нас внешний первый аккумулятор сел, мы вставляем второй. Прицел не надо выключать, не надо ничего делать. Просто достали, вставили на горячий новый аккумулятор, и у нас опять работает от внешнего внутренний аккумулятор резервный. Если мы питаемся от внешнего источника, а внешний источник мы можем подключить через Type-C провод, прибор питается от внешнего источника. От внешнего источника, если позволяет мощность его, он заряжает внутренний и внешний аккумулятор. Соответственно, продлили автономность просто колоссально. Я не знаю, больше 10 часов, кому надо на охоте, чтобы прицел работал непрерывно. А также здесь установлена планка вивера. Планка вивера нам дает возможность в дальнейшем, если будет необходимость, установить сюда лазерный дальномер. Так как ночью очень трудно ориентироваться и понимать, какая дистанция до объекта, мы можем докупить в любой момент дальномер, поставить и иметь уже прибор полноценный. И ночной тепловизор, и дальномер. Ну и теперь самое главное, посмотрим, как он видит. Будут тестовые замеры, как обычно. Посмотрим человека, на какую дистанцию его видно. Ну и очень-очень скоро съезжу с этим прицелом на охоту, испытаем его реально в деле. Будет холодно, будут кабаны, будет вышка. Посмотрим, как он справится с этой ситуацией. Замеры. Дистанция детская 50 метров. Дистанция 50 метров человек. И вот это у нас бутылка с водой примерно 45 градусов. Сто метров. Двести метров. Попробуем зумировать. 300 метров. 400 метров. 500 метров. На 500 метров человека видно прекрасно. 600 метров. Вот на дальнем фоне. И так, дистанция 1 километр ровно. Позади. Давайте попробуем. Третий. Это наш испытуемый. Давайте отзуммируем. Вот, вот это вот наш человек километр. То, что это человек, ну уже, я бы сказал, не понять. Но читается, видится очень легко. Альфа Кака-карр? Поисqui, ну уже, я repeat. Ну вот, не понимаю! Альфа-карр? Альфа-карр? Продолжение следует...